Мы вот в объятии прекрасных кошечек. Я очень надеюсь, что сейчас мой кот не включил телевизор и не смотрит нашу передачу. Впрочем, как и моя собака. Иначе он задаст мне сегодня очень много вопросов. Ричард, извини, но это моя работа. Я тебе так скажу, если я выгляжу просто как милый человек с кошкой, то ты выглядишь как суперзлодей, который... Ла-ла-ла-ла. Я пришел завоевать мир. Слушайте, у нас не просто так коты в руках и кошечки. У нас их сегодня трое. Сегодня практически кото-комбо у нас, я бы даже так сказал. Виктория Мелькевич, куратор общества бездомных животных «Хатико». Доброе утро. Я так понимаю, мы сегодня, опять же-таки, традиционно будем пытаться пристроить вот этих замечательных, милых симпотяжек. Расскажите о том, кто эти котейки и как их зовут. Да, это у нас две чудесные братика, сестричка, и у вас две девочки. И зря вы сказали, что ваш кот будет ревноват. Мне кажется, он может, наоборот, выбрать себе подружку какую-нибудь ближе к зиме, чтобы ему было теплее ночевать. Эти чудесные мягкие волосатики у нас были найдены в одном из командоров. Это достаточно типичная ситуация для нас, потому что очень часто люди считают, что раз там большой поток людей, кто-нибудь захочет купить себе вместо продуктов такого же котика. Но, к сожалению, мало таких людей, кто бы рискнул взять кота из магазина, так сказать. И продавцы, и очень плохие люди выставляют животных просто за дверь. То есть им не разрешают ночевать в тепле, нигде, просто они оказываются на улице, потому что в магазине их никто не приютил. И в этот момент на помощь приходим уже мы. Сколько лет или месяцев этим лебедишкам? Им еще до года, то есть они достаточно маленькие, месяцев 9 где-то вроде того. Мне кажется, очень важный и актуальный вопрос у людей, которые сейчас заинтересуются вот этими прекрасными кошечками. Они к кладку приучены? Конечно, у нас и маленькие котята всегда приучены к кладку. Это прям первое обязательное правило, которое мы всегда соблюдаем с животными. Вот знаете, что я должен сказать, действительно отметить? У нас как-то бывали гости с породистыми кошками, от них так ужасно пахло, это был какой-то кошмар просто. Мы не могли вынести вообще даже минуты в компании этих кошек, а тут реально никакого запаха, вообще никакого. Они чистые, они, смотрите, какие спокойные, воспитанные. Ну, разве не прекрасная вот такая вот подруга, смотрите, кому-то достанется. Она вот так хорошо, она дает тепло, она дает ощущение мягкости, уюта. Какие красивые кошки. Вот у меня есть кот старый, он на возрасте дожития, как это сейчас принято говорить. На пенсии. На пенсии, да. Ну, пенсия это не то слово, которое нынче в моде, что называется. А вот возраст дожития, видимо, это то самое. И вот коту уже не требуется много большого количества внимания. Он где-то лег на подушку на кровати и сам сам по себе живет, уже доживает, что называется. А вот маленьким котам сколько нужно внимания для того, чтобы вот они чувствовали себя комфортно? Ну, мне кажется, они достаточно в состоянии самостоятельно найти себе внимание. То есть они сами могут найти, с чем им поиграть. Чаще всего это какая-то из ваших любимых вещей, но это спокойно приучивается. То есть если вы не уделяете им должного внимания, они находят его сами, так сказать. Поэтому чем больше внимания вы будете уделять им, тем все-таки меньше проблем у вас с ними будет. А вот они, как вы уже сказали, брат и две сестрички, правильно же, я бы запомнил. И если не найдется такого человека, который захочет забрать всех троих, они спокойно разъедутся по разным семьям? Или все-таки они уже привязались друг к другу? Да, конечно, спокойно. Все-таки они уже достаточно взрослые и самостоятельные, поэтому вряд ли возникнет какая-то проблема. Это как ребенка в Москву. В общем, все как обычно. Виктория к нам приходит уже не первый день. И не первый день, благодаря тому, что Виктория приходит к нам в гости, находятся люди, которые забирают этих замечательных животных к себе. Забирайте и вы 8-913-832-85-51. Это номер для связи, по которому вы можете позвонить и сказать о том, что вот мы сегодня по телевизору видели замечательных котейку. Описывайте примерно расцветку или у кого на руках сидел тот или иной кот и приезжайте и забирайте. Процедура же простая, насколько мне известно. Нет, мы всегда общаемся с людьми, узнаем, с какой целью он берет животное, сколько животных у него было до этого. Также, если вас интересует какое-то определенное животное, возможно, вам интересен определенный раскрас, поведение какое-то, все-таки поспокойнее. Мы всегда стараемся подобрать вам именно то животное, которое смогло бы... Слушайте, ипотеку взять менее сложно, на самом деле. Тут такой прям отбор. Нет, на самом деле это очень правильная и логичная совершенно история, потому что люди разные, разным людям попадаются различного рода животные, ну и не всегда им хорошо потом будет в той или иной семье, поэтому, естественно, есть какая-то определенная проверка. Друзья, ну я надеюсь, добрыми людьми полнится и наш город в том числе, поэтому обращайтесь в общество помощи бездомным животным, животным Хатико, и вам все расскажут и подскажут. Вот такие вот у нас сегодня были в гостях замечательные три котейки. Все, пойдем с ними обниматься.